Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я общительная девушка, работаю также в сфере общения с людьми. С молодым человеком 7 лет в отношениях, всё хорошо, есть один минус. Когда мы не вместе, мне очень много хочется ему рассказать. Когда вместе, я не знаю, с чего начать разговор, будет оставить какой-то барьер. В чем может быть причина и с чем нужно поработать. Спрашивает Али. Ну, в первую очередь, конечно, эта проблема вытекает из вашего взаимодействия, собственно, с молодым человеком. Вот, то есть, ну, грубо говоря, вот то, как вы общаетесь с, ну, вот, с мужчиной, да, со своим мужчиной. То, как вы с ним взаимодействуете, ну, вот, это, в общем и целом, на мой взгляд, оказывает существенное влияние на то, что у вас появляется барьер, ну, появляется или появился барьер, вот. То есть, что я имею в виду, значит, если, если ваше общение является высокоформализованным, то есть, то есть, то есть, что такое, вот, вот, высокоформализованное общение. Это общение, при котором вы общаетесь на какие-то заранее взятомые темы, вот, и, условно говоря, не касаетесь ничего другого, вот. При этом, при этом, вы можете хорошо знать, чего, например, хочет от вас молодой человек. Вот, вы знаете, допустим, ну, например, что он от вас ждёт, ждёт, и, соответственно, понимаете, что, например, ничего другого ему не нужно. Вот, то есть, он не поймёт, не обвинёт то, что, ну, то, что вы ему проявите, да, вот, то, что вы ему выразите. Вот, он это не поймёт, не увидит, не оценит, вот, и, ну, и, вот, соответственно, не сможет дать вам какую-то обратную связь. Это первое, это довольно узкая, так скажем, узкая сфера коммуникации. Это первый, первый момент, на который я бы хотел обратить вашу внимание. Второй момент, на который также хотел бы я обратить ваше внимание, это то, для чего, то, ради чего вы хотите, ну, вот, вашему молодому человеку что-то рассказать, то есть, зачем, зачем, для чего, да? Очевидно, что, как-то вот, ну, скорее всего, вы хотите ему рассказать, что там, для того, чтобы, ну, вот, получить какую-то обратную связь от него. То есть, это не просто, вот, желание поделиться, значит, чем-то, а это именно, вот, получить какую-то обратную связь. То есть, в основе этого лечить некая потребность, ваша потребность. Вот, что это за потребность? Нужно смотреть, нужно смотреть, нужно исследовать, потому что пока не очень понятно. Вот, ну, я думаю, что совершенно очевидно есть причины, по которым вы, например, не делитесь с молодым человеком своим, тем, что, тем, чем хотели бы поделиться, да? Например, например, дистанционно, да? То есть, ну, вот, когда вы, допустим, не вместо, то есть, написать, вот, голосовое сообщение оставить, да? Вот, вот, вот этого вот вы как бы не делаете. И у этого есть причины. Но какие причины сейчас? Сказать сложно, потому что очень мало информации о вас, вот. Ну, я думаю, что если с вами пообщаться, да, вот, то я думаю, что эта информация появится, то есть нам будет понятно то, о чем я говорю. Ну, и последнее, наверное, о чем можно сказать, это то, что у вас вполне возможно есть что-то невыраженное к нему, то есть, вот, что-то вы ему не сказали, такого важного для вас, вот, что на самом деле вас волнует или вы хотели бы сказать, вот. То есть, барьера может возникать, когда люди, вот, не говорят о чем-то, что их волнует, беспокоит, тревожит. Вот, когда они это замалчивают, вот, возникают такие аспекты. Вот, ну, вот, хорошим было бы здесь вопрос, да, а если вот молодому человеку просто, ну, сказать, вот, передать ваше состояние, как будет? Если просто передать ему то, что вы его чувствуете. Ну, это все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует...